События, о которых пойдет речь в этом видео, берут свое начало в 2018 году в американском штате Флорида. 33-летняя Джолин Каммингс бесследно исчезла накануне своего дня рождения. Когда начинались ее поиски, никто себе и представить не мог, чем они закончатся. Джолин Каммингс проживала в Фернандино Бич. Этот маленький городок с численностью населения около 12 тысяч человек является самым северным населенным пунктом на Атлантическом побережье Флориды. Джолин являлась матерью троих детей, которая переживала развод со своим мужем Джейсоном. Она с детьми проживала в этом доме Фернандини Бич, в то время как Джейсон переехал в один из соседних городов и забирал детей на выходных. Джолин работала парикмахером в салоне под названием «Тэнглс». В субботу, 12 мая 2018 года, была ее рабочая смена, которая заканчивалась в 17 часов. Следующий день, в воскресенье 13 мая, был днем матери в США и в то же время днем рождения Джолин. Ей исполнялось 34 года. Ее трое детей предыдущие дни находились со своим отцом. Джейсон и Джолин договорились, что встретятся в воскресенье в городе Хиллиард, на парковке торгового центра в Индиксе, где Джолин должна была забрать детей. Джейсон, как и обещал, привез детей к назначенному времени, но Джолин так и не приехала. Все попытки мужчины связаться с ней по телефону не принесли результата. В то же время, мать Джолин, Энн Джонсон, которая хотела поздравить дочь с днем рождения, тоже не могла до нее дозвониться, так как вызовы перенаправлялись на голосовую почту. Вскоре ей позвонил Джейсон, который пытался выяснить, почему Джолин не приехала за детьми. Узнав, что она не забрала детей, ее мать стала не на шутку переживать, так как такое поведение было не свойственно ее дочери. На следующий день, в понедельник 14 мая, так и не сумев связаться с дочерью, Энн Джонсон обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Полицейские сразу же приступили к расследованию. Офис шерифа выпустил листовку с изображением Джолин, а также объявил в розыск ее автомобиль Ford Expedition 2006 года выпуска. Энн Джонсон обратилась к общественности с просьбой помочь найти ее дочь. Пропажа Джолин стала для нее тяжелым ударом, и она молила всех, кто что-либо видел или слышал, сообщить об этом. В этот же день полиция и волонтеры прочесывали лесистую местность рядом с домом Джолин, но эти поиски не дали результата. Парикмахерская, в которой работала пропавшая женщина, в воскресенье и в понедельник была закрыта. Полиции удалось узнать, что Джолин в последний раз видели в субботу 12 мая, в тот момент, когда она уходила с работы. Владелец салона сообщил шерифу, что согласно графику, перед закрытием на два выходных должны были работать Джолин и второй парикмахер Дженнифер. Дженнифер во время телефонного разговора сказала начальнику, что они с Джолин закрыли парикмахерскую в 17 часов, после чего каждая села в свою машину, и они разъехались. Было установлено, что последний раз мобильный телефон Джолин использовался для исходящего звонка во второй половине дня 12 мая, то есть в то время, когда она была на работе. Шериф округа Нассау, Бил Липпер, через прессу обратился ко всем тем, кто 12 мая был клиентом парикмахерской, либо останавливался в том районе с просьбой связаться с полицией. Родные, друзья, а также владелец парикмахерской, где Джолин проработала 6 лет, исключали возможность того, что она скрывается по собственной воле. Им было трудно представить, чтобы она бросила своих детей. Пытаясь найти хоть какие-то подсказки, полицейские решили более пристально изучить личную жизнь Джолин. Они стали присматриваться к Джейсону, так как случаи, когда супруги начинают разводиться и бороться за опеку над детьми, становясь при этом врагами, не являются редкостью. В то же время, детективы обнаружили, что за 5 дней до исчезновения Джолин, женщина, которая жила с ней по соседству, вызывала полицию, сообщая о громкой ссоре. Как оказалось, эта Джолин ругалась со своим бывшим парнем, Джейсоном Джи, и при ссоре присутствовали ее дети. Он просил Джолин позволить ему некоторое время пожить у нее, но она ему отказала, и тогда он в ярости стал крушить все, что попадало под руку. Причина ее отказа была то, что Джейсона разыскивала полиция за нарушение правил условно-досрочного освобождения. К тому времени, как приехали полицейские, мужчина успел скрыться, по крайней мере так, на тот момент посчитали служители закона. Теперь же, после исчезновения Джолин, Джейсон Джи стал считаться человеком, заинтересованным в ее исчезновении. Второй день расследования, 15 мая 2018 года, стало очень насыщенным на события. Так, при поиске возможных зацепок в доме Джолин, полицейские обнаружили Джейсона Джи, который, судя по всему, прятался там с тех самых пор, как соседка Джолин сообщила в полицию о громкой ссоре. Он был арестован и доставлен в полицейский участок. Во время разговора с детективами, мужчина заявил, что не имеет никакого отношения к исчезновению Джолин. В то же время, произошло первое важное открытие. Внедорожник Джолин Каммингс был найден припаркованным возле хозяйственного магазина, всего в 4 километрах от места ее работы. Автомобиль не был поврежден, следов борьбы, либо какого-нибудь другого преступления при визуальном осмотре обнаружено не было. Также, 15 мая было первым рабочим днем после двух выходных по арикмахерской, где работала Джолин. В 10 часов утра, полицейские пришли, чтобы поговорить с Дженнифер Сайберт, сотрудницей, которая была последней, кто видел Джолин, из которой они вроде как вместе закрывали парикмахерскую перед выходными. Но оказалось, что Дженнифер не вышла на работу, сообщив начальству, что ей необходимо уехать по срочному делу в другой город. Пролить свет на исчезновение Джолин помогли записи с камер видеонаблюдения. Первая запись – это момент того, как автомобиль пропавший въезжает на парковку хозяйственного магазина, где его в последующем и нашли. Чтобы было более понятно, напомню, что Дженнифер Сайберт сказала, что они с Джолин закрыли салон 12 мая в 17.00. А эта запись сделана 13 мая в 1 час 17 минут, то есть с момента закрытия салона прошло 8 часов 17 минут. Шериф Билл Липпер на пресс-конференции заявил следующее. Мы нашли кадры с камер, на которых была запаркована машина Джолин. Около 1 часа 17 минут в воскресенье. На видео видно, как водитель сидит там несколько минут, а затем выходит. Мы надеялись увидеть, как Джолин выйдет из машины. Но как вы думаете, кто это был? Стилист из Тенглс. Которая последний видела и работала с Джолин в субботу. Ее зовут Дженнифер Сайберт. Оставив автомобиль Джолин, Дженнифер отправилась на заправочную станцию, которая расположена через дорогу. На записи заправки видно, как она входит внутрь. Находясь там, Дженнифер купила бутылку воды и попросила сотрудника вызвать ей такси. Которое, как было установлено, отвезло ее в парикмахерскую, где она работала. Работник заправочной станции сообщил полиции, что женщина казалась раздраженной, а также обратил внимание, что у нее на лице были ссадины, которые, как ему показалось, были получены совсем недавно. Дженнифер Сайберт стала основной подозреваемой в деле об исчезновении Джолин Каммингс. И полиция начала ее розыск. Проверяя адрес, указанный ею при устройстве на работу, детективы выяснили, что этот адрес является выдуманным. Сайберт попыталась скрыться, но далеко уйти ей не удалось. Уже 16 мая, в 80 километрах от парикмахерской, патрульные заметили черную Kia Soul, принадлежавшую Дженнифер, которая была припаркована в зоне отдыха между двумя грузовиками. Подойдя к машине, офицеры увидели, что Дженнифер спит внутри. Ее арестовали и для начала предъявили обвинение в угоне автомобиля Джолин Каммингс. Когда женщину доставили в участок, детективы сразу же обратили внимание на ссадины на ее руках и лице и попросили объяснить их происхождение. На что Дженнифер ответила, что ее покусали постельные клопы. Было установлено, что она не имела постоянного места жительства и в основном спала в своей машине, а чтобы принять душ, ходила в фитнес-центр. Вскоре после ее ареста выяснилось такое, чего мало кто ожидал. Как оказалось, Дженнифер Сайберт – это отнюдь не ее настоящее имя. Ее настоящее имя – Кимберли Кеслер, 1968 года рождения. И она была объявлена пропавшей без вести в 2012 году в штате Пенсильвания. А Дженнифер Сайберт – это погибшая в 1987 году 12-летняя девочка. Чем глубже копали полицейские, тем больше подробностей о Кимберли Кеслер они находили. Как было установлено, Кимберли начала использовать чужие имена с 1996 года. В то время она жила в Пенсильвании. Следователи смогли установить, что начиная с 1996 года Кеслер использовала как минимум 18 разных личностей и жила в 33 городах в 14 разных штатах. Список имен вы можете увидеть на экране. И как можно заметить, многие имена и фамилии являются созвучными. Причем не менее половины из этих имен, в том числе и Дженнифер Сайберт, Кеслер взяла с надгробий на кладбищах. После чего приобрела на эти имена поддельные документы. Ее мать Кони Кеслер обратилась в полицию и заявила о пропаже дочери в 2012 году. При этом Кони сообщила, что ничего не слышала о Кимберли аж с 2004 года. То есть отношения в семье были такими, что мать сообщила об исчезновении дочери только спустя 8 лет. После полученного заявления о пропаже, полиция Пенсильвании начала расследование и пришла к выводу, что с Кимберли Кеслер все в порядке и она просто не хочет, чтобы ее находили. На основании чего полиции был сделан такой вывод и велось ли вообще расследование, остается неясным. Ведь как теперь стало известно, Кеслер жила по чужим именем и по поддельным документам. И если бы ее нашли, то, наверное, должны были выявить кражу чужой личности. Конечно же возникает вопрос, от кого или от чего бежала Кеслер? Для чего она использовала столько чужих имен? Объяснить это попыталась ее мать, Кони Кеслер. По словам женщины, ее дочь прошла через очень сложные вещи, а именно через оскорбительные отношения с мужчиной. Кони говорит, что в 2004 году Кимберли родила сына, которого назвали Эван. Когда отношения с отцом ребенка закончились, тот забрал Эвана и не позволял Кимберли видеться с ним. А в какой-то момент он и вовсе переехал в другой штат, а ей сказал, что их годовалый сын умер. Кимберли пыталась выяснить, правда ли это, а если правда, то хотела знать, где он похоронен. Не получив ответов на свои вопросы, она начала искать Эвана и пыталась выяснить, что с ним случилось. Кони Кеслер считает, что ее дочь принимала личности умерших людей, чтобы искать своего сына, а настоящее свое имя скрывала, из-за страха перед отцом Эвана. Напомню, что это предположение Кони Кеслер, и она озвучила его одному из национальных телеканалов. Когда ее высказывание увидел Тим Эдвардс, это отец Эвана и человек, которого она фактически обвинила в проблемах Кимберли, он рассказал свою версию событий тех лет. По словам Тима, в 1997-1999 годах он встречался с женщиной по имени Мелисса Маккернан. Как мы теперь знаем, это одно из имен, которым пользовалась Кеслер. В 1998 году у Тима и Мелиссы родился сын, которого назвали Эван. В свидетельстве о рождении женщина указала свое имя, как Кристина Мелисса Брук. Это еще одно имя из списка личностей Кеслер. Она тогда сказала Тиму, что используют чужие имена, чтобы ее семья, включая мать, не смогли ее найти. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась, и Эван остался жить у Мелиссы, которая не позволяла Тиму видеться с ним. Далее по словам Тима, в 1999 году, когда Эвану было около 15 месяцев, социальные службы забрали его у Мелиссы. Точную причину, по которой это произошло, Тим не знает, но по слухам, все началось с того, что Мелисса поссорилась с соседом, который позвонил в соцслужбу и сообщил о ненадлежащем выполнении ею своих родительских обязанностей. На следующий день после звонка, социальные службы забрали Эвана из детского сада. Пытаясь вернуть сына, Мелисса отправилась в соцслужбу, при этом прихватив с собой пистолет. Ее арестовали, но затем отпустили, и с тех самых пор Тим Мелиссу не видел, так как она бежала из города. После этого, мужчина добился единоличной опеки над сыном, а Мелиссу лишили родительских прав. Тим, по его словам, никогда не говорил ей, что Эван мертв, так как он просто-напросто не видел ее и ничего о ней не слышал с тех самых пор, как она сбежала из города. Эван за свои 20 лет ни разу не видел фотографию своей биологической матери, до тех пор, пока в 2018 году к ним домой не пришло ФБР, которое выясняла прошлое Кимберли Кеслер. На что здесь стоит обратить внимание? У Тима Эдвардса имеется свидетельство о рождении, в котором указано, что Эван родился в 1998 году. В своем интервью Кони Кеслер говорила, что Кимберли родила сына в 2004 году, из чего можно сделать вывод, что Кони Кеслер была не совсем осведомлена о жизни дочери, и что ее заявления о том, что отец Эвана Тим скрывал его от матери, могут не соответствовать действительности. Следовательно, в предположении Кони о том, что ее дочь принимала личности умерших людей, чтобы искать своего сына, и оставаться незамеченной его отцом, тоже верится с трудом. Сама Кимберли ничего внятного по поводу того, для чего ей понадобилось использовать столько чужих имен, детективам сказать не смогла, и по сей день это остается неясным. Что ж, вернемся к делу Джолин Каммингс. После того, как выяснилось, что Кимберли Кеслер жила под чужими именами, ей помимо угона автомобиля Джолин, предъявили еще и обвинение в подделке документов. Полицейские нашли складское помещение, которое арендовала Кеслер. Среди прочего, там было найдено 4 парика, сумка с двумя чими-то обрезанными хвостиками и 3 мобильных телефона. Но самая главная улика, найденная там, это ДНК Джолин Каммингс, которой была обнаружена на носке и ботинке Кеслер. При обыске ее автомобиля нашли ножницы, на которых также была обнаружена ДНК Джолин. Здесь стоит обратить внимание на эти пластиковые контейнеры голубого цвета, это будет важно в дальнейшем. Весьма показательной оказалась история поисковых запросов на изъятом у Кеслер телефоне, которая свидетельствует о том, что то, что произошло с Джолин Каммингс, не было спонтанным. Здесь важно помнить, что Джолин пропала 12 мая. Почти за две недели до этого, 30 апреля 2018 года, в 3 часа 36 минут, Кеслер выполняла поиск по следующему запросу. Человек обвинен в убийстве после того, как останки коллеги найдены во дворе. Сразу же после этого, сотрудник виновный в убийстве, тело пропавшего без вести не найдено. Восьмого мая в 1 час 37 минут она искала. Консультации по уколам, как пользоваться жгутом. В тот же день в 7 часов 13 минут, список женщин-убийц по странам. Восьмого мая в 18.33, посмертные изменения. Владелец парикмахерской обратил внимание полицейских на то, что растение, которое стояло в горшке внутри парикмахерской, было не тем, что стояло там до исчезновения Джолин. И этот факт объясняет следующие поисковые запросы Кеслер. 13 мая, это день, когда Джолин не забрала детей, она искала. В 12.05, комнатная пальма. Спустя минуту в 12.06, вариации пальмы. Полиция заполучила записи с камер из расположенного в нескольких сотнях метров от парикмахерской гипермаркета товаров для дома. Кеслер пришла туда 14 мая в 14 часов 39 минут. Через полчаса она покинула магазин с растением, которое в итоге оказалось в парикмахерской. 15 мая в 18 часов 13 минут Кеслер искала. Исчезновение Джолин Каммингс. 16 мая в 18 часов 27 минут. Нет тела, нет преступления. Когда криминалисты применили люминол и ультрафиолетовый свет в парикмахерской, не осталось никаких сомнений в том, что там произошло что-то ужасное. Помещение буквально светилось. 22 мая во время пресс-конференции шериф заявил. Нам удалось собрать достаточное количество улик, которые не предаются огласке в интересах следствия. На основании этих улик, к большому сожалению. Мы пришли к выводу, что Джолин Каммингс мертва. Было установлено, что примерно за неделю до своего исчезновения, Джолин сказала другой сотруднице парикмахерской, что по ее мнению, Дженнифер, которая не так давно устроилась на работу, не так им хочет казаться и что-то скрывает. Между Джолин и Дженнифер сразу не задались отношения, и об этом впоследствии полиции рассказали некоторые из посетителей. Один из которых стал свидетелем ссоры женщин, произошедшей 9 мая за 3 дня до пропажи Джолин. 5 июня 2018 года владелец парикмахерской объявил о прекращении деятельности. Адвокаты Кеслер добились того, чтобы определенные доказательства не предавались огласке. Но тем не менее, даже те данные, которые были опубликованы полицией, дают возможность понять, что же произошло с Джолин Каммингс и куда она делась. Мы рассмотрим некоторые записи с камер, на которые попала Кеслер 13 мая. Но для начала, чтобы ее передвижения были более понятны, давайте подробнее познакомимся со зданием, в котором располагалась парикмахерская, из прилегающей к нему территории. Итак, сама парикмахерская располагалась здесь, и камер видеонаблюдения у нее не было. С обратной стороны здания находится мусорный контейнер, и что самое важное, там же установлена камера видеонаблюдения, в обзор которой попадает этот контейнер, и которая как минимум 4 раза засняла Кеслер. Теперь давайте посмотрим сами записи. Первое видео сделано 13 мая, вскоре после полуночи. На этой записи можно увидеть, как Кеслер производит какие-то действия рядом с мусорным контейнером. Следующая запись сделана утром в 8 часов 8 минут. Она пришла выкидывать белый мешок для мусора, и судя по тому, как она его поднимает, он довольно тяжелый. Прошло 14 минут, и она выкинула еще один белый мешок. На четвертой записи, которая была сделана за час до полуночи, видно, как Кеслер поднимает емкость для отходов, чтобы избавиться от ее содержимого. И вновь можно сделать вывод, что внутри что-то увесистое. Следующая видеозапись позволяет предположить, что же выбрасывала Кеслер в мусорный контейнер. Это кадры с камеры из супермаркета Walmart. На видео видно, как она совершает покупку на кассе самообслуживания. В списке ее покупок значатся мешки для мусора, чистящие средства, латексные перчатки и, что особенно показательно, электрический нож. Дальнейшие действия полиции были связаны с этими записями. Было установлено, что компания, занимающаяся вывозом мусора и обслуживающая район парикмахерской, свозила отходы на свалку в штате Джорджия. В июле 2018 года почти 200 человек в течение недели исследовали эту свалку. В то время шериф говорил, что во время поисков на свалке удалось найти несколько важных зацепок, но каких именно в интересах следствия он не уточнял. Рядом с тем местом за парикмахерской, где располагался мусорный контейнер и где Кеслер проводила какие-то манипуляции, полиция нашла часть ювелирного изделия, женскую обувь и голубой пластиковый контейнер, такой же, как и на складе Кеслер. На этом контейнере была обнаружена ДНК Джолин Каммингс. Несмотря на то, что тело Джолин найти не удалось, было собрано достаточное количество улик, чтобы осудить Кеслер за убийство. 17 января 2019 года она впервые предстала перед судом, где ей было предъявлено обвинение в убийстве Джолин Каммингс. Свою вину она не признала. Процесс осуждения Кеслер затянулся на несколько лет. Все потому, что у судьи появились сомнения в том, что женщина является вменяемой. Она объявляла голодовку и стала весить менее 40 килограмм, а каждое ее появление в суде заканчивалось приступами гнева. Перед тем, как предстать перед судом, в 2021 году Кеслер направляли на принудительное лечение. В конечном итоге ее признали вменяемой. 9 декабря 2021 года присяжные признали Кимберли Кеслер виновной в убийстве Джолин Каммингс. 27 января 2022 года ее приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Останки Джолин Каммингс найти так и не удалось.